Они появились буквально вчера вечером и сегодня утром. Перед началом ноябрьского заседания районного совета депутатов состоялась рабочая группа, на которой депутаты обсудили вопросы повестки дня. В их числе утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дмитровского городского округа, об объявлении конкурса по отбору кандидатур, о формировании конкурсной комиссии и назначении ее членов. Депутаты также рассмотрели поправки, внесенные в бюджеты бывших поселений в связи с их ликвидацией. По первому вопросу выступил председатель Совета депутатов Михаил Зернов. Он рекомендовал депутатам как можно быстрее пройти процедуру утверждения нового главы, чтобы снять напряженность и неопределенность. В соответствии с федеральным законом о местном самоуправлении номер 131 новый глава муниципального образования может быть выбран или утвержден не ранее 20 дней после отставки прежнего. После небольшой дискуссии депутаты определили трех кандидатов в члены конкурсной комиссии. Это председатель Совета депутатов Михаил Зернов, депутат Единорос Александр Терентьев и секретарь Мария Тимчук. Депутат Николай Лукьянов поинтересовался, чем обусловлена такая спешка в утверждении нового главы городского округа. Присутствующий на рабочей группе временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Илья Поначевный объяснил, что в Новый год муниципалитету нужно войти с новым главой. К тому же процедура утверждения главы проходит в строгом соответствии с действующим законодательством. На Совете депутаты единогласно проголосовали за утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа, а также приняли решение об объявлении конкурса и утвердили трех членов комиссии. Все решения по этим вопросам будут опубликованы в ближайшее время в газете «Дмитровский вестник» и на официальном сайте администрации Дмитровского городского округа. Начальник финансового управления районной администрации Марина Гогина предложила депутатам принять решение о внесении изменений и дополнений в бюджеты бывших поселений Дмитров, Деденева, Сеньковская, Якотская, а также в бюджет Дмитровского района в связи с их ликвидацией. Изменения носят чисто технический характер. Решение принято единогласно.